Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, у меня в гостях Дмитрий Гудков, российский политик-оппозиционер. Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую. Мои интервью начинаются с небольшого блиц-опроса от наших зрителей, хотел бы, чтобы вы ответили на него короткие вопросы и короткие ответы ваши в одно-два предложения. И вот первый вопрос. За что сейчас воюет Россия? Мобилизованные это понимают? Я не знаю, за что воюет Россия. Считаю, что у России вообще нет никаких интересов. Более того, Россия действует себе сейчас во вред. Мобилизованные многие, наверное, не понимают, но я думаю, что уже начинают загадываться. А за что ведут войну люди из Кремля? Об этом говорят солдатам? И солдаты это понимают? Я думаю, что те, кто дал себя отправить на фронт, скорее всего, промыли мозги. И пропагандой. И здесь же у вас два вопроса, да? Что говорят? То, что говорят пропаганды, это первое. Второе, я не могу до сих пор понять, что нужно людям в Кремле, потому что это все выходит за рамки правого смысла. То есть это на самом деле долгий разговор, но если вкратце, то эта война, мало того, что против Украины, она еще против России, против российских граждан. И даже идет нарушение интересов Путина, который однозначно потеряет власть после военного поражения. Какая сейчас главная, самая главная проблема на политическом фронте у Путина? Да, главная проблема он сам. Он военный преступник, который просто посылает людей убивать и погибать. Вот. И больше других никаких проблем нет. Главная проблема это Путина, его окружение, диктатура и фашистское государство, которым быстро. На местах уже видят, что централизация власти ослабла или этого ослабления еще не произошло? Я думаю, что большинство в России пока еще это не почувствовали, но в элитах уже начинается брожать. Сколько раз еще должен ошибиться Путин, чтобы его устранили? Я думаю, что все начнется, когда Путин действительно столкнется с военным поражением. Военным поражением в понимании граждан. Это значит, что Украина должна освободить оккупированную территорию. С этого начнется военное поражение, и с этого начнется, скорее всего, раскол элит, который приведет к отставке Путина или его окружения. Это был Первый Близ, теперь перейдем к общим вопросам. И вот я хочу начать с следующего. В начале ноября в предместе Варшавы Яблони проходило совещание бывших российских депутатов разных уровней, позиционно настроенных к путинскому режиму. Вот они свою встречу назвали «Съездом народных депутатов». По вашему мнению, вот эти вот результаты встречи, они хороши для России, не для России, для самих депутатов? Какие ваши ощущения? Слушайте, ну в данном случае любая организация, которая выступает против Путина, это всегда плюс. У нас, может быть, с кем-то там чуть-чуть разные подходы, но там был Геннадий Гутков, поэтому представитель нашей семьи на этом съезде. И там собралось труд достаточно много людей, к которым я отношусь с симпатией и уважением. Поэтому любая организация, любое действие, которое направлено сегодня против войны и против Путина, я воспринимаю как позитивный шаг. Вот там, смотрите, было такое заявление, что хотели сформировать институты переходного периода. Вот можно понять, сформировались ли эти институты и для чего, но очень коротко, да? И для чего они нужны современной России или современным людям, которые убежали из России сейчас? Опять у вас слишком много разных вопросов, но вкратце, да? Во-первых, нужна дорожная карта, что делать с Россией после Путина. И очень важно, чтобы был компромисс, консенсус между разными оппозиционными политическими силами. И очень важно, чтобы программа, которая сформируется, была бы поддержана в том числе и Западу. Потому что, на мой взгляд, без поддержки Запада никакая адекватная программа реформ России после Путина не сформируется, да? То есть внутри страны. Она должна быть поддержана западными партнерами, потому что экономика будет в серьезном кризисе. И если мы хотим, чтобы действительно после Путина, да, Россия превратилась не в северный Иран, разваливающийся на разные части, с ядерным оружием, угрожающим всему миру, а чтобы там появилось что-то приличное, да, то это можно делать совместно с теми людьми, которые сегодня представляют демократический мир. Запад готов поддержать вот эти инициативы? Или пока рано об этом говорить? Я думаю, рано об этом говорить. Хорошо. Удалось объединиться тогда с самим депутатом разного уровня? Ну, не всем, конечно. Надо понимать, что есть много разных институций. Я, например, вхожу в антивоенный комитет, есть в Российский комитет действий, есть в Вильнюсский форум, есть команда Навального и так далее. Плюс еще появился съезд депутатов. Но, тем не менее, все равно мы друг с другом общаемся, координируемся по многим вопросам. Мы выступаем едино. Ну, например, я помню то время, когда была аннексия Крыма, я был один из четырех депутатов, кто не подбежал, да, ни голосовал за аннексию, и потом выходил на эти антивоенные марши. Ну, могу сказать, конечно, эта позиция очень сильно мешала на выборы, безусловно. Но, в общем-то, здесь принципы дороже, что называется. И были разногласия, я бы так сказал, в оппозиционной среде. Просто кто-то говорил смело, да, что Россия аннексировала чужую территорию, а кто-то воздерживал. Понимаю, да, и соглашаюсь с тем, что это было сделано в нарушении международного права, но, тем не менее, была такая дискуссия. И вот сейчас этой дискуссии нет. То есть есть единое мнение по поводу Крыма, да? По поводу вообще Украины, Крыма и войны, я думаю, что большинство, даже не большинство, все практически, все, кто находится уж точно за пределами страны, уже на эту тему спокойно говорят. Те, кто еще остался, ну, вместо войны говорят, мы за мир, я их прекрасно понимаю, потому что важно сохранить сейчас, да, и не дать тебя посадить. Если ты называешь войну войной, то тебя посадят до 10 лет, понимаете? Но все, кто уехал, находятся более-менее в безопасном месте, все уже спокойно говорят, ну, называют вещи своими именами. То есть страх за жизнь присутствует у людей, которые остались в России, просто потому что их жизни этой могут очень просто лишить? Да, свободы жизни всего. Поэтому я вообще никого за это не критикую, даже с пониманием отношусь, я даже многим и говорю, слушайте, сохраните себя на тот момент, когда режим рухнет, и нам нужно будет строить новую демократическую Россию. Режим рухнет, как начнется строиться демократическая Россия? Ну, сейчас загадывать сложно, да, во-первых, как режим рухнет, кто придет в власти, там тоже борьба идет внутри элиты. Но мне кажется, что когда рейтинги путинских рухнут, после военного поражения, когда произойдет и раскол элита, когда начнутся протесты, они начнутся пусть сначала даже социальные. Дальше уже будет борьба эти внутри элиты, либо придут какие-то там вставленники чекистов, но ненадолго, либо придут условные технократы, которые будут вынуждены восстанавливать экономику, договариваться с Западом, с гражданским обществом. Вот мне кажется, что в этой ситуации появляется шанс, да, вот если придут люди, которые будут все-таки восстанавливать экономику, в этом случае действительно есть шанс на то, чтобы все-таки развернуть страну в обратном направлении, да, покончить с этим империализмом, милитаризмом, завершить войны, значит, отдать оккупированные территории, выплатить репарации, там, ну, по крайней мере, поучаствовать в восстановлении Украины, совершенно чем-нибудь. Вот, как это будет происходить тогда, вот на эти вопросы никто сейчас вам не ответит, но в любом случае даже победа Украины под Херсоном, в Херсоне приближает этот момент. Вот сейчас многие говорят о Пригожине, о человеке, который каким-то образом имеет влияние то ли на Путина, то ли еще какое-то влияние имеет, о том, что он может, или он создаст партию, или для него создадут партию. Вообще, кто такой Пригожин в этом смысле, ну, кто такой, мы знаем, кто такой Пригожин, вот в этом вот смысле, кто такой Пригожин, будет ли у него такая политическая сила, и вообще, для чего это все делается, для чего это все раздувается? Ну, смотрите, здесь две истории, да. История номер один заключается в том, что Пригожин ничего из себя, кроме без Путина, не представляет. Совершенно, это надо понимать. Его легитимность сверху. Уйдет Путин, у Пригожина начнутся сразу проблемы, там силовики его ненавидят. Он их хлеб, у них хлеб отнимает, формирует часть в армии. Но, очевидно, что даже после окончания войны в России все равно какая-то часть населения, она будет еще, значит, испытывать тоску по Советскому Союзу, да, так, ну, скажем так, разделять будут, будет какое-то число граждан, вот эти ура-патриотические идеи. И я думаю, что Пригожина просто готовит на какую-то политическую партию, которая должна будет собрать эти голоса, пройти в парламент, получить, там, 5-6%, ну, чтобы этот фланг был подконтролем администрации президента, потому что этот фланг для них самый опасный. Людей таких не так много, но эти люди уж точно, если будут протестовать, то протест будет немерный. Поэтому, на мой взгляд, Пригожин для Пригожина готовит какую-то политическую карьеру. Это полный проект Путина, да? Ну, или там кто-то решает. Однозначно. Путина, конечно. Пригожин, шестерка Путина. Ну, можно и так сказать. Ну, просто чтобы мы уже поставили такую точку. Хорошо, вот была такая информация, что ряд вагнерсов, сбежавших из России, рассказывали Осечкину, что начали отбирать бойцов для участия в спецоперации не в Украине, а вот именно в России. Что их прогнали вроде как через полиграф, чтобы те там не врали, чтобы четко понимали, что это так. И чтобы они честно ответили, что готовы применить автоматы и гранатометы в Москве против Кремля или против еще кого-то. Что это за информация? Верите вы в нее, не верите? И насколько это все правдиво? Сложно сказать. То, что их там проверяют, каким-то образом, в это я верю. Но какой-то возможности сейчас применить автомат в Москве против власти, вот в такую перспективу я не очень верю. Ну, то есть их могли проверить, насколько можно им доверять оружию. Возможно, да. Но не для того, чтобы собрать группу тех, которые готовы будут штурмовать Кремль. Вот в такое я не верю. Потому что, как только бы такая информация куда-то просочилась, если бы она была бы реальной, то пригоженного бы на следующий день не было бы. О нем ничего бы уже не услышали. Как только Путин даст команду силовикам, то они разберутся с пригоженным просто вот в течение получаса после звонка. А может, и быстрее. Давайте поговорим. Смотрите, я вот выбрал за последнее время три, как по мне, главных ошибки Путина. Но вы скажете, насколько они важны вообще в политической жизни и для Путина, и для Кремля. Или опровергните мои домыслы. И вот провал первый, с моей точки зрения. Это провал с переговорами. Путин заставляет практически убивать на войне большое количество солдат. Он просто вот давит количеством этих трупов на то, чтобы начались новые переговоры. Потому что с ним говорить никто не хочет. Правда ли это? Или все-таки какие-то переговоры тайные идут? Слушайте, вот если говорить про три главных ошибки Путина, то он их сделал, в общем-то, две точно до войны. Первая ошибка заключается в том, что он вообще вернулся в 2012 году в президентское время. Это самая главная ошибка. Потому что, если бы он ушел, бы они бы часто вспоминали, как на президенте, все жили, конечно, все жили очень-очень хорошо. Нулевые были сыты. Не благодаря Путину, а благодаря высоким ценам на них. Ошибка номер два. Ну, это, конечно, все преступление, но мы же говорим с точки зрения как бы путинской логики. Это аннексик Крыма. Которая вроде бы сначала дала ему политические очки, но в итоге привела к ошибке номер три. Это война. Вот они, три главных путинских ошибки и два путинских, три главных путинских преступления. А все остальное это уже, знаете, ходы в состоянии политического, когда любой ход ухудшает ситуацию. Провал с Крымским мостом, провал с Херсоном, провал в Харькове. Они влияют на рейтинг Путина или пропаганде удается рассказать, что это все не Путин, это все неумелые военные и какие-то там бояре виноваты? Нет, безусловно, все это влияет отрицательно на рейтинг Путина. Но еще больше повлияла мобилизация. Потому что раньше, ну, я понимаю, что это может странно прозвучить для вашей аудитории, поскольку война идет на территорию Украины, происходит, да, люди погибают, то есть для вас это реально. А для большинства россиян это было что-то в телевизоре. Ну, к сожалению, это так, надо просто вот понимать. Путин делал вид, что он проводит спецоперации, люди делали вид, что они поддерживают. Большинство. Потому что если ты вдруг выступишь против, тебя посадят. Да, тут очень удобно смотреть в телевизоре, говорить, ну, не все так однозначно. Это такая форма защиты психика от нежелания быть вот частью этих преступлений. Так вот, мобилизация, да, она поменяла договор между властью и обществом. хоть вы не лезете в политику, я к вам жизнь лезу, но он и залез к ним. В личную жизнь каждому. И выбор сегодня очень простой. Либо ты едешь погибать, либо идешь в тюрьму на 10 лет. Все, никаких вариантов. Поэтому у нас больше миллиона людей уехало из страны, а еще несколько миллионов живут не по прописке, а еще там какое-то количество людей, миллионы людей, несколько миллионов помогают всем прятаться, и только 12 тысяч пришли добровольные военкоматы. Это, кстати, на самом деле очень хорошо объясняет реальные настроения. Не те, которые рисуют пропаганда или какая-то зомби-социология, а вот реально люди не хотят воевать. Не хотят. Ну, значит, 300 тысяч на 140 миллионов собрать можно, да, из-под палок. Но уже даже больше 300 тысяч будет сложно, потому что каждый следственный в 50 собирать гораздо сложнее, потому что пока поехали те, кого удалось без всяких усилий туда отправить, кто пришел по корню, да, остальные бегали, теперь нужно их догнать. А кто-то бегал, но подбеживал, а потом надо будет бегать за теми, кто против. А это еще сложнее, потому что нужно бегать будет за теми, которые могут в ответ сменять. каждая там новая волна мобилизации будет даваться сложнее и сложнее, и вот это очень сильно и, естественно, поменяло отношения к власти. Я думаю, что путинские рейтинги рухнули именно вследствие мобилизации, потому что после 21 сентября война стала для многих россиян не картинкой в телевизме, а реальностью. Вот. И не просто так Путин сделал вид, что он закончил мобилизацию. Он опять всех обманул, указ подписан, и никакие новые решения не принимались. Так что, ну и безусловно, потери Хорстона тоже все добавляет негатива в имидж Путина. Сколько таким образом могут из-под палки еще собрать мобилизованных? Вопрос даже не в том, сколько они могут собрать. Даже если они смогут еще столько собрать с серьезными усилиями, но тогда рейтинг рухнет еще сильнее. Это раз, да? А что с ними дальше делать? Кормить нечем, формы нет, оружия нет, ничего нет, средств доставки нет, обучения нет. То есть это даже бессмысленно, что-то, Ну, то есть это только уронит в очередной раз рейтинг Путина, но ничего не даст. То есть, грубо говоря, пушечное мясо может, конечно, чуть-чуть удерживать, некоторое время удерживать вооруженные силы Украины, замедляет контрнаступление, но не более того. А когда трупы пойдут массово, тогда вот у тебя уже знакомый, знакомого, через пару рукопожатий кто-то будет. Либо среди погибших, либо пропавших без вести, либо тяжело раненец, вот тогда настроение очень сильно поменяет. Либо без ноги, без руки. Да, да. А вот вы говорите, рейтинг Путина рухнет. А что означает рухнет? Хорошо, вот он рухнул, и что дальше? Значит, дальше он теряет легитимность. Когда он теряет легитимность, то меняется настроение среди силовиков. Заодно дело, когда они разгоняют от имени популярного тирана, то да. Когда тирана все ненавидят уже, причем это очень легко разгонять бабушек и интеллигентов. но когда на улицу выйдут другие люди в другой класс, там люди, которые не очень сильно это боятся в тюрьму попасть, люди, которые и в ответ дадут чем-нибудь, в лучшем случае арматуры, в лучшем еще чем. И все, и все посыпется. То есть легитимность очень важна не для того, чтобы выборы выиграл. выборы черт с ним они могут нарисовать. Легитимность это, грубо говоря, восприятие людей. Насколько власть представляет мои интересы, насколько эта власть держится на какой-то поддержке. И вот когда все поверят, что поддержки уже нет, то тогда и вот этот раскол произойдет среди силовиков, тогда и в элитах будут другие настроения, сейчас они боятся Путина. Потом не очень будут бояться. Потом уже могут происходить самые разные процессы, связанные с отстранением Путина от платья. А можете назвать какой-то процесс или действие или что должно произойти для того, чтобы эта легитимность рухнула Путина, для того, чтобы народ понял, что больше никто его не поддерживает, никто не выступает от его имени? Ну, во-первых, Украина должна освободить оккупированные территории, ну, хотя бы до точки 23 февраля. Но когда будет в обществе ощущение, что, а нахрен все это было нужно, да, вот вы нам рассказывали, как вы захватите там Варшаву, Лондон, Берлин, а тут у вас просто палками выгоняют вас, ну, не палками, а территорию Украины с побитыми мордами, значит, во-первых, а, никакая армия не сильная, да, Путин слабак, ну, уже посмотрите, что пишут в комментариях про Путин, конкретно. Что пишут? Вздал Херсон, да, а за что наши парни типа погибали, он пишет вот эти на ура патриотических пабликах, можете зайти посмотреть, вся критика достается Путину, немножко, конечно, суровительная, он отдавал команды, он начинал войну, он всех туда отправляет, вот, а в итоге поражение военное, военные поражения не прощают, понимаете, что мы-то Путину давно уже ничего не прощаем, но у него было какое-то ядро сторонников, вот это ядро рассыпается сейчас, и дальше уже, когда всем будет очевидно, что Путин проиграл, ну, два процесса пойдут, первый, рост недовольства, которые рано или поздно конвертируются во что-то, а второе, это недовольство вылетов, который тоже конвертируется в какой-нибудь переворот, либо просто мягкое отстранение Путина плачет, не знаю, каким способом, но он им нахрен не нужен, уже, из-за него санкции, из-за него они не въездные теперь в Европу, в Америку, и дети не могут учиться в западных вузах, их яхты, замороженные, нахренаем этот Путин, если можно Путина поменять на кого-нибудь, я не знаю, Мишустина, Собянина или еще кого-то, остановить войну, ведь это, Путин начал войну, да, с каким-то там очень узким кругом своих сторонников принимал решения, большинство депутатов, чиновников, там, даже министров, правительства не в курсе были, что Путин всерьез решил воевать, а не блефует, это я вам говорю как человек, имеющий инсайд, вот инсайд. То есть никто не верил, что Путин хочет напасть на Украину вот прям в таких масштабах? Нет, кто-то верил, да, но большинство людей, которые во власти находятся, были не в курсе, и некоторые меня убеждали, еще вам скажу, кто-то в январе, кто-то в феврале, причем высокого уровня, люди убеждали, Дима, это блеф, Путин хочет отменить санкции, хочет продемонстрировать некую силу, это шантаж, ты не думай, мы же не совсем с ума сошли, но оказалось. А почему блеф стал реальностью? Это вопрос к психиатру, наверное. Я понял. Все-таки, да, не к эксперту, потому что с точки зрения интереса самого лично Путин, война ускоряет все процессы смены власти в России. до войны у него все было хорошо. Дворец в Гельмежуке, оппозиция по тюрьмам или эмиграции. Ничего его власти по сути не угрожало. Цены на углеводороды очень высокие. Байден звонит, Макрон звонит, Шольц приезжает. Все хорошо. Зачем ему было стрелять себе в голову, начиная эту войну? Или он просто верил, что действительно вот Украина 72 часа или сколько там? сдастся? Думаю, реально верил. Причем это не потому, что он там глупый, как многие рассуждали, а потому, что природа во власти такова, что наиболее умные люди были давно уже отодвинуты от власти. А вокруг находились люди, приспособленцы, которые прекрасно понимали, что Путину нравится, а что нет. Они знали, что ему нравится мнить себя великим стратегом, геополитиком, а под это же дело можно сколько бабок украсть. Владимир Владимирович, дайте нам на ракеты, дайте нам еще пару ярдов долларов, мы вам сейчас здесь интернет будем контролировать, а нам на борьбу с оппозицией надо, а вот всех разоблачить иностранных агентов, слушайте, нам вот столько денег надо из бюджета. Ну, в общем, для того, чтобы он эти деньги давал, подписывал, они в папочках приносятся. Смотрите, Владимир Владимирович, вот, видите, сколько у нас агентов, а вот по Украине вы нам дали денег, там вот мы отработали, все хорошо, в Украине вас будут встречать, если чего, вот разведка тоже отчиталась, поработала, мы все сделали, что вы нас просили, мы газеты профинансировали, на самом деле распилили половину, вот, а потом еще на другом уровне распилили половину. Вот так это все работало. И все-то думали, что, ну, Путин просто блефует, да, вот, а дедушка-то уже жил в своем бункере в этой параллельной реальности. А когда ты сидишь в параллельной реальности, ну, ты там принимаешь совершенно другие решения. Потом, когда сталкиваешься с тем, что есть на самом деле, то очень быстро и болезненно приходится расставаться с иллюзиями. Путин же смотрел Соловьева, Путин смотрел свои все пропагандистские СМИ, и вот везде, понимаете, у него атмосфера, один из папочек приносит про иностранных агентов, потом сюжет у Соловьева про иностранных агентов, потом, значит, кто-то где-то там, какой-нибудь политик в Америке сказал, что Россию как бы надо уничтожить, якобы, да, Путину папочки принесли и сказали, нам теперь надо денег выделить дополнительно на безопасность. Вот в этом варился в этой карте. То есть, Путин жил в одной реальности, в которой ему представлялось, что весь мир против него крутого пацана. Вы знаете, здесь надо понимать, что вот эта политическая элита, там самый главный принцип, да, это цинизм. Вот, понимаете, и все воспринимали Путина как просто очень циничного человека, который врет, да, который там, значит, постоянно обманывает, варует и так далее. Но они тоже все циники думают, ну хорошо, сейчас мы поддержим его эту песню, да, а заодно и бабок выберет бюджет для себя. То есть, по сути, мед в уши мед в уши и колюбция. Конечно, а вот в окружении нет человека, который может прийти сказать, Володь, ты совсем, да, ты что творишь? Такого нет человека, и никто так не скажет. Питер, я прошу прощения, давайте перейдем к Блицу, потому что у нас осталось две минуты, нужно, да, на него ответить. Как Путин может оправдать поражение в Украине, чтобы остаться на своем месте у власти? Мне кажется, у него такого, такой опции больше нет. Просто вопрос времени. Как дать Путина? Путина повесят, будут судить, или просто отправят в изгнание? В изгнании имеется в виду гаакский трибунал. То есть, у него либо ногами вперед, да, либо суд и наказание какой-то там внутри страны, либо он повторится Бумилошевич. Система держится в России только на Путине, если его уберут, рухнет и система? Я думаю, что эта система не жизнеспособна без Путина. Конечно, рухнет система вместе с Путиным. Если рухнет система, это смута в России или есть другие механизмы восстановления России? Это может быть просто расколы лиц, перебалансировка сил, когда придут те группы, которые, которых можно условно назвать прозападные силы. И это будет в любом случае смена системы, конечно же, просто мягкая. Китай дал понять, что применение ядерного оружия крайне нежелательно. Это сигнал Путину? Крайне нежелательно слишком мягко. Я думаю, Китай как-то более жестко дал Путину понять, что в случае применения ядерного оружия он окажется в тотальной просто изоляции. Потому что Китае это совершенно не надо и не выгодно. У Ленина мавзолей, у Сталина церковь есть в России. Что будет у Путина в России? У Путина? Ой, сложно мне сказать, что будет у Путина. Но, по крайней мере, я думаю, что его ждет судьба Гитлера. Что есть у Гитлера? Череп в архивах КГБ. Ну вот, пусть будет так. Какие последние слова скажет Путин перед тем, как его уберут? У меня такое ощущение, что он... А, и ты Брут, да? Помните так, да? А, да, и Брут. Потому что я думаю, что последний, кого он увидит, это будет какой-нибудь охранник, которому больше всех доверяют, который окажется предателем, как это обычно происходит в диктации. Надеемся, что такой охранник найдется как можно быстрее, потому что это, во-первых, сохранит жизнь многим украинцам, а во-вторых, это сохранит жизнь многим россиянам, которые должны строить не идеи об империи, а должны строить демократическую Россию. Согласны? Я думаю, что пора бы уже нам что-то начать отмечать каждый год. Не только России и Украине, но и всему миру. Дмитрий, большое вам спасибо за интервью. Тогда ждем победы Украины и возвращения России к нормальной демократической жизни. До свидания. Удачи, спасибо. Спасибо.